У нас маленький бизнес. Смогли немножко устроить, сделать. И немножко здоровье подлечили. Так что не обижаемся. Не очень хороший год для нашей семьи было. Почему? Ну, проблем много было со здоровьем и остальное. Остальное все хорошо. Ничего не было. Так сказать, если дети негде гулять, негде отдыхать, елки сейчас, смотрите, где на площади не поставили, как положено, поставили бы, дети бы гуляли. А так что между этим домом, эта елка, это некрасиво. В Кишинево, посмотрите, какие красивые елки. Чем она запомнилась? От нетрудностей. Да, Артем. Украденным миллиардом. Вешиванием всех долгов на простой народ. Извинчиванием цен. И дальше практически никакой перспективы на будущее. Особенности для молодежи. Все дорожает, ничего интересного нет. Были на море. Отдохнули очень прекрасно. Наконец-то я свою жену уговорил. Мы расписались, поженились. Ну и этот год очень был насыщенный такой, прекрасный. Я приехал только что с Италии. Я был там три месяца с женой, у дочки своей. Этот год сначала был немножко, ну, неважный, знаете. Одно не хватало, треть другое. А в этом году, в конце года смотрю, нормально уже, хорошо. Если честно, год был тяжелый, но благодаря родным, близким, друзьям мы его прошли. Надеемся на то, что в дальнейшем будет намного легче. В общем, хочу сказать, что уходящий год был для меня позитивным. В городе произошли изменения некоторые. Вот, например, открылось посольство, которое люди долгие годы ждали. Во-первых, в этом году вообще хороший урожай был. И внуки меня порадовали. Ну и, слава богу, не болел так сильно. Мне запомнилось тем, что у меня появилось очень много новых друзей. Я побывал в разных странах. В этом году учеба стала лучше. У меня родились внуки. Внук Славик и внук Мишка. Вот так и запомнила. Честно сказать, практически ничем. Год как год прошел. Обычный год. И даже не заметила, как пролетел этот год. Но надеюсь, следующий год будет получше. Хотим в новом году новое правительство, чтобы подумали, чтобы повернулись лицом к людям, чтобы они думали, что наша Молдова остается без людьми, если они не будут обратить внимание, особенно молодежи, которые уходили, а мы остались одни. И очень обидно, что такая хорошая, как красивая Молдова. Все-таки обидно, что люди уезжают. Очень обидно. Надеюсь, в этот год, чтобы будет лучше 2018-й. Жду, чтобы счастье было, мир, свободы. Самое хорошее, чтобы было, чтобы моей жене поправилось, чтобы не болело. В первую очередь, справедливых выборов, чтобы все это состоялось в конце концов. Чтобы случилось чудо, как говорят между собой. Мы сами сам так говорим. Чего, Вань? Перемен. Ждем перемен. Больших-больших перемен. Дальше так нельзя. Надо что-то менять, иначе здесь вообще никого не останется. У нас, получается, каждый третий житель Молдовой мечтает о том, чтобы уехать. Причем уезжают и молодежь, и остаются одни старики. Скоро даже и пенсию некому будет платить, потому что некому фактически выплачивать это все. Сегодня я говорю про коммунальные услуги и прочее, которые постоянно дорожают и дорожают. Не знаю, посмотрим. Надеемся на будущее, что будет лучше. Хочу такого же насыщенного, такого жизнерадостного, чтобы тоже на море поехал со своей любимой и пополнения в семье. Жду, что изменится. Я смотрю программы, телевидение, и надеюсь, что изменится положение в парламенте. Только лишь одно пожелание, чтобы был мир, чтобы не было никаких стрясков и тому подобное. Наверное, каждый трудящийся надеется на то, что в первую очередь будет повышение по карьере, продвижение в карьерном росте, повышение заработных зарплат, понижение цен, конечно, ну и, конечно, чтобы наши родители жили, им был ближайший год тоже легким. Чтобы в следующем году много еще различных объектов открылось, чтобы людям жилось радостнее и прекраснее. Жду больше позитива, больше радости, еще чтобы больше было новых друзей, побывать еще больше в других странах. Счастья. Счастья, мира, добра и всего самого светлого и доброго. Мне главное, чтобы в 2018 году все мои близкие и родные были живо-здоровы. Это самое главное для моей семьи. Чтобы мы всегда радовались и веселились, когда собирались вместе. С праздником всех-всех-всех наших людей, с Молдовы и все, которые уехали. Дай Бог им здоровья и счастья. И вам тоже здоровья, счастья и все благополучия. Поздравляю всех моих родственников, сестер, братьев с наступающим годом. Здоровья им, счастья и в новом году, чтобы была удача им. Чего можно пожелать? Надежды, терпения. Да, наверное. Все-таки что-то изменится. Что? Не знаю. Я ни во что не верю, если честно. Столько лет в мучениях, не знаю. Ну что, попробуем. Пожелать только попробовать, может быть, еще один шанс дать нашей верхушке, чтобы, может, что-то они смогли, в конце концов, изменить. Иначе даже не знаем, что дальше будет. Ну, всем, конечно, с наступающим годом, всех праздником, всех терпения, добра, здоровья, всех благ. Чтобы улыбались, радовались, чтобы то, что они загадают, чтобы у них все это получилось. И я пожелаю всем добра, счастья и всех поздравляю с Новым годом. В первую очередь, крепкого здоровья. Здоровья, счастья, любви, удачи и всего самого лучшего. Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Пожелать, чтобы наступивший, наступающий Новый год принес людям много радости, счастья, удовольствия. Чтобы в новогоднюю ночь люди были безумно счастливы. Я бы пожелал всем жителям добра, позитива, счастья, здоровья. И чтобы они всегда оставались радостными в этот 2018 год. Я желаю всем здоровья, всем людям счастливого года и вообще в 2018 год, чтобы было более благоприятным для людей. Всем-всем огромного-огромного здоровья, мира и счастья во всем. В наступающем году хочу пожелать, во-первых, здоровья всем, крепкого, потому что здоровья сейчас на первом месте у всех людей. Не будет здоровья, не будет ни работы, ни денег, ничего. А это все наживное, так скажем. Счастья, удачи, успехов, ну и всего самого хорошего.